Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Дать отпор шторму. Дополнительные силы спасателей направились на юг Приморья. В данных районах будем проводить мероприятия по мониторингу русла рек. Дворовый переворот. Масштабный ремонт придомовых территорий продолжается во Владивостоке. Глава региона лично проверяет качество работы. Нам сделали год. У нас появилась придомовая территория. Вспышка кишечного гриппа зарегистрирована в Приморье. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением. Также в выпуске. Стал известен список населённых пунктов, в которых скоро начнётся строительство новых полигонов ТБО. И ещё расскажем. Пеликан по кличке Фонарик стал гостем шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. МЧС России по Приморскому краю и звенья Приморской территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности. Дополнительные силы спасателей направляются на юг Приморья, где из-за приближающегося тайфуна Франциско может осложниться паводковая обстановка. По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лозовский, Ольгинский. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. В данных районах будем проводить мероприятия по мониторингу русла рек. По возможному оказанию помощи доставки воды и спасению пострадавших при возможных подтоплениях. Сейчас в готовности к реагированию находятся 10 аварийно-спасательных бригад в составе 36 человек и 10 единиц техники. Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возникновение происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Также возможно обрушение рекламных счетов, слабо закрепленных конструкций и падение деревьев. Туристам следует отложить выходы на маршруты, а владельцам маломерных судов не выходить на маковаторию на период действия предупреждения. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и комплекса неблагоприятных явлений принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Ранее спасатели и синоптики предупредили приморцев о приближении тайфуна Франциско. Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Тайфун дальше пройдет на северо-восток, прижимаясь к побережью Приморского края. Наиболее опасная траектория для города находки партизанского района, Лазовского района, Ольгинского. Прекращение ослабления дождей начнется с юга, где-то ближе к концу, во второй половине дня, 8 августа и к вечеру. Это Хасанский район, Владивосток, ну и дальше постепенно с юга на север. Напомним, восьмой по счету тайфун Франциско образовался 1 августа над акваторией Тихого океана. Во вторник утром ливни и сильный ветер обрушились на юго-запад Японии, а вечером на корейский полуостров. После чего шторм повернул на северо-восток, в сторону Приморья. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Тем временем в Японии из-за тайфуна Франциско уже отменили более 150 авиарейсов, которые связывают остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода повлияла и на железнодорожное сообщение. Ливни и сильный ветер обрушились на юго-запад Японии во вторник утром. Более 15 тысяч человек получили предупреждение об эвакуации в связи с возможными оползнями. Далее вихрь сместился на северо-запад и ночью оказался над корейским полуостровом, вызывая на своем пути тропические ливни и ураганный ветер. По прогнозу синоптиков, над полуостровом тайфун немного ослабеет, развернется на северо-восток и утром 8 августа выйдет на северо-запад Японского моря. Он будет смещаться вблизи побережья Приморья, в сторону острова Хоккайдо. Администрация Приморья в 2020 году начнет работать в новом формате. Вице-губернатор Приморского края Вера Щербина утвердила переструктурирование действующего аппарата исполнительной власти региона. Так, в следующем году администрация будет преобразована в правительство, состоящее из 20 министерств. Кроме того, в структуре будет 6 агентств, 9 департаментов и 5 инспекций. Предполагается введение двуглавой системы управления. Губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края. Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию. Напомним, что административную реформу, которая предполагает переформатирование администрации Приморья в правительство, начали прорабатывать еще при экс-главе региона Андрея Тарасенко. Плюс нового формата он видел в удобстве для работы с федеральными органами власти, где есть взаимодействие министерств с министерствами. Стал известен список населенных пунктов, в которых скоро начнется строительство новых мусорных полигонов. В него вошли села Лозо, Черниговка, Липовцы, Чугуевка, Новопокровка, Хароль, а также Лучегорск и Лесозаводск. Общий бюджет на строительство полигонов составляет более 500 миллионов рублей. 37 миллионов планируется израсходовать уже в этом году, а оставшиеся в 2020. Также деньги пойдут на строительство сортировочной линии твердых коммунальных отходов для полигона Михайловского муниципального района и реконструкцию комплекса по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов во Владивостоке по улице Холмистая-1. Бюджетные средства будут проходить через единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Приморье им стал бывший МУП – спецзавод номер один, переформатированный в предприятие под названием «Приморский экологический оператор». Правительство России выделит Приморью 110 миллионов рублей на строительство жилья в Большом Камне. Здесь продолжается создание судостроительного комплекса «Звезда». Для его работников планируют построить более 5000 квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье. Деньги выделяются в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов. В июле вице-премьер Юрий Борисов посетил Большой Камень и констатировал отставание в строительстве социальной инфраструктуры города. По его словам, отстает жилищная программа, строительство социальных объектов, медицинских центров, торгово-развлекательных центров. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средней и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы боровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Масштабный ремонт придомовых территорий по программе «Тысяча дворов» продолжается во Владивостоке. Уже полностью завершены работы по 89 адресам. Качество выполнения в некоторых из них проверил глава города. Тему продолжит Светлана Садовая. Новый асфальт, детские спортивные площадки, парковки, лестницы. Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт дворов. За ходом работ глава города Олег Гуменюк следит лично. Нам сделали двор. У нас появилась дымовая территория. Жительница дома номер 51 по улице Крыгина Ирина рассказывает, придомовую им не просто отремонтировали, а сделали, что говорится, с нуля. Ремонт, констатирует Ирина, превзошел все ожидания людей. Здесь уложили асфальт, сделали отмостку, парковку, отремонтировали лестницы. Поучаствовать было, в принципе, легко. Но мы готовились, и поэтому жильцы вовремя среагировали. Там же на скорость была подача заявки. Ну, так все дружно собрались и поучаствовали. Следующий адрес – улица Крыгина, 42А. Территория у дома протяженная. Чтобы сделать ее полностью, по распоряжению Олега Гуменюка из бюджета города, выделят еще 400 тысяч рублей. Кроме того, местные жители пожаловались на темноту возле дома в вечернее время суток. Выясняется, что и эту проблему можно решить. Если во время ремонта у жителей возникают дополнительные пожелания и просьбы, нужно искать возможность им помочь, подчеркивает глава. Ну, а с половиной, какая-то что-нибудь против такой дырки залатали. Просто, представляете, как будет? Все будет красиво. Сами же люди, которые живут во всех домах, будут ехать по этим ямам. Надо просто вырезать аккуратно и сделать эти дырки заложить. По 89 адресам работы полностью завершены, по 26 уже оплачены. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 придомовых территорий. Напомним, для того, чтобы войти в краевую программу «Тысяча дворов», инициатором которой стал губернатор Олег Кожемяка, жители заранее, еще в начале года, подавали документы. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71 заявка. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Вспышка кишечного гриппа зарегистрирована в Приморье. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением. Россельхознадзор приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых фруктов из Китая. Приморцев ждет рост цен. Пеликан по кличке Фонарик стал гостем шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Вспышка кишечного гриппа зарегистрирована в Приморье. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением. Россельхознадзор приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых фруктов из Китая. Приморцев ждет рост цен. Пеликан по кличке Фонарик стал гостем шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си. Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок зараженной продукции. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. По мнению экспертов, это вызовет дефицит на рынках Дальнего Востока и Сибири, который невозможно будет быстро исправить поставками из других стран, что приведет к повышению цен на многие фрукты. Исторически в Приморском крае плодоовочная продукция из КНР занимает наибольшую долю в структуре товарооборота. 52% яблок, продаваемых в нашей сети, поставляются из Китая. Для груш эта цифра составляет 67%, а для нектаринов, персиков и абрикосов свыше 90%. Сейчас полностью и оперативно заместить все указанные фрукты из КНР продукции из других стран не представляется возможным. Учитывая возросший спрос, весьма вероятен дефицит товара и подъем закупочных цен поставщикам на 25-30%. В Сибири подобная ситуация в летний период около 50-60% по этим фруктам занимают именно поставки из Китая. Вспышка сезонного заболевания зарегистрирована в Приморье. Ротовирус или кишечный грипп тяжело переносят как дети, так и взрослые. В соцсетях распространяют сообщения, что инфекционные больницы и отделения переполнены, в том числе в Находке и Владивостоке. Важным является предупреждение медиков не оставлять детей в острой фазе без присмотра и обязательно показываться доктору, если симптомы у взрослого не проходят больше суток. Подробности в следующем сюжете. Ротовирус медики называют болезнью августа. Сказываются два фактора – активный пляжный отдых и купание с глотанием воды, а также много фруктов и бахчевых культур в рационе. Профилактика обычная – чаще мыть руки и смотреть, что попадает вам в рот. Человека в первые часы болезни беспокоят тошнота и рвота, диарея с примесью слизи, высокая температура и общая слабость. Одновременно насморк, слезотечение и боль в горле. Особо тяжелая гипертермия, повышение температуры отмечается при развитии обезвоживания, которое характеризуется сухостью слизистых оболочек, сонливостью и скудным мочеиспусканием. У маленьких детей помимо этого отмечается вялость мышц из-за падения родничка. Отличить ротовирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью. Лечение – это в первую очередь соблюдение строгой диеты для нормализации пищеварения. Врачом проводятся клинические исследования, а потом назначаются противовирусные препараты, абсорбенты и глюкозосолевые растворы для восстановления водного баланса в организме. Ротовирус или кишечный грипп – весьма заразное заболевание, которое легко передается как у взрослых, так и у детей. Риску заболевания подвергаются в первую очередь домочадцы больного человека. Этот микроорганизм характеризуется хорошей живучестью даже вне человеческого организма. Он два месяца может жить в воде из-под крана, в течение месяца на фруктах и до полутора месяцев на белье и вещах человека. Ребенок остается заразным после ротовируса около двух недель. В это время он должен избегать контакта с другими детьми. И еще немаловажное предупреждение. Купаясь в воде, не заглатывайте воду, особенно когда температура воды превышает 25 градусов. В воде, несмотря на соль, очень много патогенных микроорганизмов. После купания и игр в песке необходимо промывать руки и лицо чистой водой. Берегите себя и своих родных, и тогда болезнь августа, ротовирус вас не коснется. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Третья партия косаток из Приморья накануне была благополучно выпущена в Охотское море. Выпуск трех животных прошел по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию. Подготовленный заранее вольер ученые и тренеры в самый последний момент решили не использовать. Специалисты погрузили всех трех косаток вместе в транспортировочную клеть катамарана и одновременно их выпустили, отойдя от берега на 700 метров. Перед выпуском животным установили спутниковые метки для отслеживания местоположения. За их передвижением сразу после выпуска с берега наблюдали ученые, эксперты и представители общественности, которые присутствовали на всех этапах перевозки от бухты Средняя до выпуска животных в Охотское море. Таким образом, в родные воды Охотского моря вернулись уже восемь косаток, которых содержали в бухте Средняя под находкой. А в Приморье в эти дни в разгаре акуля-лихорадка. Социальные сети пестрят пугающим контентом от отдыхающих. Из видео мы узнали, что встреча хабаровчан в бухте Безымянная в районе Дуная закончилась весьма плачевно. Две женщины и мужчина, катаясь на сабдосках, вовремя покинули акваторию бухты, и акула уплыла голодная. Но если серьезно, то действительно, именно в этой бухте была замечена акула. Привлекать морских хищников могут блеск маски или акваланга, которые они принимают за перелив чешуи рыб. Бояться их не надо, а вот опасаться и не терять бедительности стоит. А в бухте Ливадия пошли еще дальше. Поймали двух катранов, вытащили их на берег и устроили фотосессию для всех желающих. При этом интернет-пользователи высказались по этому поводу достаточно однозначно. Они считают этот поступок жестоким. В комментариях отмечают, что люди стали хуже животных. Лишь бы все уничтожить. Эта акула не опасна для человека, а теперь она погибнет. По словам специалистов, в Приморье постоянно живут несколько видов акул, в числе которых катран или колючая акула. Их длина достигает одного метра. Сельдевая или лососевая, которая может вырастать до двух с половиной метров. И китовая. Последняя живет в открытых водах и питается планктоном. У нее нет зубов. Все эти акулы, по словам специалистов, для человека не опасны. Однако, как отмечают местные СМИ в Приморье, на этих представителях морской фауны продолжают хайпить. И подогревают страх перед акулами различными фейками и видеоматериалами. Настоящий ажиотаж вызвали в среду гости шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си. Причем, еще непонятно, кому повезло больше – радиослушателям или сотрудникам медиахолдинга. Дело в том, что гостем радиостанции стал настоящий пеликан, который является артистом королевского цирка Гии Эрадзе. Он пришел на эфир вместе со своими хозяевами. Это дрессировщики Владимир и Дарья Лекаревы. Понятно, что лицезреть большую птицу по кличке Фонарик радиослушатели не могли. И съемочная группа Восьмого канала попыталась исправить этот недочет. Надо отметить, что ведущей шоу Александре Смолиной пришлось нелегко. В студию во время эфира, пытаясь по возможности не шуметь, набивались толпы сотрудников медиахолдинга. Все хотели посмотреть на пернатого гостя и сделать селфи с роскошной птицей. Об этом и пошутила в своем эфире Александра. Во время эфира Фонарик спокойно сидел в студии на подоконнике, пооглядывал в окно, к желающим запечатлеть себя с пернатой звездой отнесся философски и не позировал. Отметим, что пеликан наш, российский, однако рыбу он предпочитает речную. И с этим во Владивостоке возникли проблемы. Красная рыба ему пришлась не по вкусу. А увидеть этих эффектных артистов своими глазами вы можете в эти дни во Владивостокском цирке. Хоккеисты «Адмирала» провели контрольный матч с московским ЦСКА. Самый массовый турнир по стритболу пройдет во Владивостоке. Стадион «Строитель» отремонтируют за 40 миллионов рублей. Подробности у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» провел контрольную встречу с ЦСКА. Игра прошла в столице, где моряки сейчас находятся на тренировочном сборе. Действующий чемпион Кахейл сходу взял на себя роль лидера. Первая шайба залетела в ворота приморцев уже на 30-й секунде. Во втором периоде гости смогли сравнять счет. В нужном месте оказался Дьяков. Однако уже в последние 20 минутки армейцы сумели забросить еще две безответные шайбы. Что и определило исход встречи. В итоге 3-1 победа ЦСКА. Помимо ответной игры с москвичами, «Адмирал» ждут еще несколько дней подготовки в мытищах. После этого приморский клуб поедет за границу в чешский город Пардубице, где примет участие в международном турнире. Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч» заглянут во Владивосток. Ежегодный массовый турнир по уличному баскетболу пройдет сразу в нескольких городах страны. Приморской столице местом встречи станет территория Центра детского творчества на Океанском проспекте. В борьбе 3 на 3 сойдутся как юноши и девушки до 18 лет, так и взрослые игроки. Участие в «Оранжевом мяче» бесплатное, поэтому обычно эти соревнования по стритболу становятся самыми массовыми. В прошлом году, например, они собрали почти две сотни баскетболистов со всего Приморья. В этот раз открытие турнира пройдет 11 августа. Все подробности можно узнать на сайте Краевой Федерации Баскетбола. Более 40 миллионов рублей пойдут на обновление стадиона «Строитель». Средства, выделенные из федерального бюджета, пойдут на новое футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Площадь всех работ – около 10 тысяч квадратных метров. Сейчас проект ищет подрядчика. Он должен завершить работы не позднее 30 октября, дать гарантию на 5 лет, а в случае обнаружения недостатков – за свой счет и своими силами устранить их в течение 10 дней. Планируется, что футбольное поле сертифицируют на пятую категорию, а это значит, что на нем можно будет проводить даже международные соревнования. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Тайфун Франциско угрожает Приморью паводками. Дополнительные силы спасателей направлены на юг Приморья. Утвержден список населенных пунктов для строительства мусорных полигонов. На возведение площадок и сортировочных линий выделено полмиллиарда рублей. Масштабный ремонт придомовых территорий продолжается во Владивостоке. Глава города лично проверяет качество работ. Вспышка кишечного гриппа зарегистрирована в регионе. Врачи рекомендуют при первых же симптомах заболевания незамедлительно обращаться в больницу. Ввоз фруктов из Китая будет приостановлен 10 августа. В Приморье оперативно заместить фрукты из КНР продукции из других стран не представляется возможным. В Приморье в эти дни в разгаре акуля-лихорадка. Социальные сети пестрят пугающим контентом от отдыхающих. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. В ответ на многочисленные пожелания посетителей в Приморском океанариуме проводится дополнительная открытая тренировка морских млекопитающих. Теперь жители Владивостока и гости города смогут попасть в дельфинарии не только в 11 и 15, но и в 18 часов. Вечерние открытые тренировки дельфинов, белых китов и звезды океанариума Моржа Миши будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Трижды в день занимается со своим тренером и морской лев Айк. Большому сильному зверю тренировки необходимы в первую очередь для правильного развития и здоровья. На забавные кадры смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.